6 техник влияния которые рассматривает знаменитый социальный психолог роберт челдини для начала я просто перечислю это социальное доказательство это взаимность это обещание и последовательность это власть и статус предпоследнее это симпатия и последнее это дефицит 6 техник убеждения 6 техник влияния 6 техник управления людьми и теперь давайте более подробно рассмотрим каждую из вышеупомянутых социальное доказательство это нечто что всегда напоминает мне коллективное сознание которое устроено по сравнению с индивидуальным менее критично когда мы находимся наедине с самим собой мы более способны мыслить здраво критично мы можем анализировать ситуацию рассматривать за и против чего-либо мы можем вырабатывать свое собственное мнение нежели если мы находимся внутри толпы массы какой-либо социальной группы есть такое понятие как групповое давление группа очень часто оказывает давление на члена своей группы социальное доказательство очень тесно перекликается с конформизмом с кинка на конвенциональным поведением конвенциональное это мнение большинства мы смотрим на то что думает большинство мы руководствуемся этим мы смотрим на поведение большинства допустим мы идем по улице и нам необходимо просто купить чашечку кофе мы видим некое кафе и также мы видим что в этом кафе сидит достаточно большое количество посетителей у нас сразу же складывается впечатление что скорее всего именно здесь наливают очень вкусный кофе недаром ведь так много людей сидят в этом кафе сейчас когда совершаем покупки то очень часто можем встретить метки следующего вида например выбор покупателей сразу же опять-таки складывается представление о том что люди недаром выбрали тот или иной товар какой-то конкретный товар ролик который видео до которое допустим набирает большое число просмотров еще не кликнув на него мы уже считаем что скорее всего это стоящее видео его стоит посмотреть да это очень интересное видео недаром то большое число просмотров социальные доказательства очень похожи на конформизм и и здесь можно упомянуть один из самых известных экспериментов упоминается в социальной психологии да и в принципе в возрастной психологии эксперимент на детях допустим 10 детей и все едят кашу и у них действительно каша очень вкусная каша сладкая экспериментатор последовательно у каждого ребенка спрашивает скажи ребенок как тебе каша она вкусная дети честно отвечают да доходит очередь до 11 ребенка и это особо ребенок а точнее у него каша особая она абсолютно другая он ест действительно невкусную горькую кашу эту кашу невозможно есть когда экспериментатор подходит вот к этому ребенку и спрашивает ребенок но у тебя-то каша вкусная тебе нравится эта каша этот наш испытуемый будет давиться ужасной несъедобной кашей но при этом произносить что до каша сладкая каша вкусная то есть смотрите на нас всегда группа давит ибо сами склонны ориентироваться на мнение группы потому что услышав перед собой 10 до очень тяжело одиннадцатым сказать нет если же я сказал одно а после меня группа сказала абсолютно противоположное мнение то у меня возникает впечатление даже перед самим собой что сказать что столько я какой-то белый ворона или я кажусь вообще могу если я выскажу свое мнение отличные от группы то у меня могут просто посчитать сумасшедшим и для самого себя я могу показаться сумасшедшим да почему у меня другое мнение нежели моей группы да это социальное доказательство второе правило взаимность мы всегда стремимся отплатить это услуга за услугу когда мы что-то даем другому человеку как-то в него вкладываемся ему что-то дарим ему чем-то помогаем хотя бы каким-либо советом то затем человек с большей вероятностью нам поможет нам пойдет навстречу подаст руку помощи и так далее то то есть мы что-то даем человеку и на самом деле отдача не всегда равняется нашим первоначальным вложением то есть другие люди дадут нам больше нежели мы им до этого предоставили что-то подарить другому человеку есть конечно же все бесплатные услуги попадает вот в это правило взаимности вот вы что-то сейчас смотрите бесплатно да вы уже бесплатно чем-то владеете затем с большей вероятностью вы потом пойдете что-то платно купите да то есть вам уже бесплатно какую-то информацию предоставили все бесплатные тренинги какие-то бесплатные консультации сюда попадают бесплатное тестирование товара или когда можно бесплатно воспользоваться некой услугой или например руководитель который идет на уступки своим подчиненным поступает весьма дальновидным образом добро на добро добром на добро отвечаем итак третье правило это обещание и последовательность допустим мы купили какой-то товар и уже после того как мы купили товар мы начинаем этот товар лучше оценивать мы стремимся быть последовательными и для самих себя и для того чтобы избежать когнитивного диссонанса возникает следующая особенность когда мы во что-то вкладывались там куда-то вложились деньгами нервами силами временем мы что-то купили то вот это мы начинаем уже затем лучше оценивать больше начинаем ценить то на что мы потратились вырастает в нашей в наших глазах в ценности мы стремимся быть последовательными например люди очень часто что-то говорят публично публичные заявления когда люди публично что-то обещают смотрите вот это третье правило дам когда человек занимает позицию открытую и очевидную для окружающих то стремится этой позиции придерживаться для того чтобы быть последовательным то есть если же допустим человек что-то сказал публично при всех и затем допустим от этого откажется дал какое-то обещание его не сдержал то как этот человек будет выглядеть глазах общества очень ненадежным ветреным человеком то одно то другое то одно сказал сделал в итоге там другое подумал в этот момент о третьем и так далее проводили такой эксперимент когда опять он здесь на студентах студентам давали абсолютно элементарное задание оценить длину некой линии ну вот просто линии и смотрите первая группа студентов ответ записывали на листочке подписывали свои данные фамилии имя отчество и затем сдавали экспериментатору ответ то есть вот публичность так и проявляется это самые публичные ну обещание давайте скажем да вторая группа студентов записывала ответ на листочке но они давали обещание сами себе они могли листочек выкинуть там забрать с собой разорвать допустим они могли на листочке что-то написать карандашом и тоже стереть или ручкой и него так сильно заштрихковать никто не узнает да что там было написано третья группа студентов руководствовались только памятью ответы давали только вот про себя ничего нигде не фиксировали ни на каком бумажном носителе прошло какое-то время и экспериментатор говорит всем что все ваши решения неправильные конечно же не просто так экспериментатор это говорит а так было задумано все ваши решения неправильные уважаемые студенты вы можете изменить свой первоначальный ответ чтобы вы думали вот в этой первой группе где люди давали публичные обещания участники в меньшей степени были готовы отказаться от своего первоначального ответа и они оставались верны себе во второй группе знаете 50 на а третья группа которая руководствовалась только памятью и давала обещание только себе да они легко могли изменить свой ответ и остались наименее верны себе правила обещания последовательности допустим суд присяжных очень часто выносится обвинительный смертный приговор когда речь идет про суд присяжных и люди принимают решение поднятием руки они тайным голосованием когда есть тайное голосование я допустим написала какой-то ответ но никто не знает что это я его написал и я могу затем изменить свой ответ и мне не стыдно перед группой мне не стыдно и но там с собой я как недавно договорюсь уже другой момент важность именно группы да но когда ты занимаешь какую-то позицию и открыто и и демонстрируешь поднятием руки все видят то затем с меньшей долей вероятности ты откажешься от своего первоначального решения следующее правило это власть и статус и лидер авторитет мы всегда руководствуемся тем что нам скажет человек с более высоким социальным статусом если вы интересуетесь экспериментами то можете посмотреть эксперимент милгрэма знаменитый социальный эксперимент наверняка на ю тубе точно есть его описание интересно да это власть статуса я же например могу вам рассказать про следующий эксперимент допустим какие-то участники да из испытуемые и у них есть задание нужно переписывать телефонный справочник вот они сидят и переписывают телефонный справочник до понимаете насколько это веселое занятие по истечении какого-то времени прошло несколько часов заходит экспериментатора со своим помощником с важным видом то есть допустим ученый какой-то статусный человек ничего не говоря этот ученый просто берет записи смотрит на них разрывает выбрасывает куски бумаги в мусорку дает испытуемым новый чистый лист бумаги и предлагает повторить переписывание справочника то есть начать все заново никто из людей не сказал хотя бы ну почему вы не уважаете наш труд или же когда медсестрам звонил по телефону якобы главврач больницы да то есть медсестра когда общается по телефону она может поверить что ей звонит главврач больница она никак это проверить не может и главврач говорит нужно каким-то пациентам дать дозу лекарства в несколько раз превышающую допустимую человек наделенный наделенный статусом наделенной властью дает какое-то задание тому кто ниже его по статусу и последний просто идет и выполняет никто из медсестер не сказал в рамках этого эксперимента ну вот вообще-то опасно это занятие так мягко говоря когда мы находимся в группе есть лидер есть начальник и мы склонны слушаться но если же в группе находятся какие-то смельчаки один человек а лучше всего два те люди которые уже могут сказать нет тому же допустим не совсем хорошему начальнику до какому-нибудь не совсем доброму если же кто-то пошел против мнения лидера то затем мы с большей долей вероятностью с большей долей вероятности тоже можем высказать свое нет это власть и авторитет или те люди которые для нас в наших глазах являются харизматичными авторитетами мы тоже склонны на них ориентироваться симпатия что такое симпатия когда другие люди нас хвалят или когда мы понимаем что с другим человеком у нас есть много общего этим людям мы сами готовы симпатизировать допустим симпатия кому вы будете больше доверять своему знакомому или же человеку которого вы видите первый раз в жизни ваш знакомый это бы как будто бы свой человек и вы ему в этом случае более симпатизируете допустим вы знакомитесь с каким-то человеком и вы понимаете что ага да у вас есть общие знакомые тоже какое-то чувство общности возникает мы более предрасположены помогать сочувствовать идти навстречу своим людям есть такое понятие группу членство в группе до групповое членство в рамках много тоже экспериментов дам рамках одного из экспериментов просто было задание распределить плату за участие в эксперименте и люди которые испытуемые распределяли плату они ничего ну а других скажем так о своих подопечных до ничего не знали не знали никакую информацию кроме того что существуют свои и существуют чужие и те люди которые в рамках этого эксперимента были своими сам факт группового членства сам факт что мы находимся в одной группе позволял испытуемым отдавать больше предпочтения большую денежку именно своим нежели каким-то чужим неизвестно кто это это чужие это не наши и вот что там о них мы не знаем правило симпатии чувство общности и правило дефицита последнее правило которое рассматривать челдине товар который менее доступен повышается в своей ценности мы можем видеть такие отметки как осталось только пять единиц некоего товара или спешите эксклюзив спешите акции длится только 24 часа и так далее еще один эксперимент допустим поставщик мяса поставщик говядины звонит своим постоянным покупателям эти покупатели заказывают мясо для розничных магазинов и существуют три формы три предложения как можно поставить речевое высказывание и можно а где-то создать вот этот дефицит смотрите в первом случае человек говорил своим слушателям в принципе он говорил то что можно обычно и сказать то есть вообще стандартные правила оформления заказа вам нужна говядина она есть у нас столько то стоит тогда доставим давайте согласуем место и так далее прям стандартная форма так осуществлялась поставкой сам заказ во втором случае звонящий сказал следующее вот вы ему ну там допустим да вы можете заказать говядину но я хочу вам сказать что в ближайшее время поставки будут урезаны по сравнению с первоначальным вариантом во втором случае количество заказа увеличилось в два раза но есть третий случай в нем количество заказа увеличилось в шесть раз и здесь звонящий сказал своим заказчиком следующее вот вы можете заказать говядину хочу кстати отметить что в ближайшее время поставки будут сильно урезаны и он добавил вы знаете это секретная информация я вот только вам сейчас это поведал больше никому пока что еще не говорил никто не знает что в скором времени поставки будут ограничены в шесть раз больше то вот а френч равен рассматривают пять типов социального влияния в зависимости от того о какой власти мы говорим первое это сила наказания принуждения второе это сила вознаграждения вот первое второе похоже на метод кнута и пряника да когда мы делаем что-то для того чтобы получить награду поощрение что-то положительное да какой-то положительный стимул а во втором случае мы делаем что-то для того чтобы избежать наказания то есть мы понимаем что вот такой вот кнут пряник и кстати допустим лидер который может наказать он же сам может и поощрить как тем что он не наказал не дал наказание а третий тип власти это власть почему власть можем разделить на информационную и нормативную нормативная власть когда я предоставляю людям информацию нормативная власть когда я пытаюсь человека привести к некой социальной норме есть власть референтная есть определенные люди или группа людей из которых мы стремимся брать пример тот кто является для нас авторитетом кумиром так группа членом которой мы хотим являться хотим вступить в эту группу вот эти люди эта группа окажет на нас влияние референтная группа когда мы хотим подражать кому-то когда мы рассматриваем своего кумира в качестве образца для подражания допустим да есть экспертное мнение допустим обычный сантехник оказывает определенное влияние на хозяина квартиры потому что для хозяина квартиры обычный сантехник является экспертом и есть легитимное влияние это представители прямо в легитимной власти это представители закона например полицейский который требует подчинения и еще есть такое интересное правило которое я добавлю это контраст или сравнение и мы в принципе очень часто себя с кем-то сравниваем сравниваем один товар с другим сравниваем людей наших близких и так далее между собой допустим вы приходите в магазин и хотите купить телевизор стоимостью 100 условных единиц и тут же находчивый продавец предлагает вам приобрести какую-либо допустим дополнительную гарантию ценой 1 одну условную единицу смотрите вы уже потратились уже собираетесь ну вот прям или вот прям вот уже покупаете да и что-то потратили вы купили что-то за 100 условных единиц и вот тут вот одна условная единица где-то рядом подумаешь плюс-минус особо погода там как-то не изменится вы с большей вероятностью именно сейчас купить купите какую-то дополнительную услугу нежели вам отдельно ее как-то предложит когда вот вам просто отдельно предложит дополнительную гарантию вне некой канвы когда вы покупаете телевизор то если вам просто отдельно это приложить вы скажете 1 условная единица дорого или ну я подумаю или скрыть умеет они нужно а когда уже есть что-то гораздо более е можно предложить вам что-то дополнительное так допустим заказывая мебель обязательно нам нужно будет еще и оплатить доставку грузовые работы подъемный этаж установку разумеется да и так продавцу гораздо проще нам все это и предложить и продать нежели просто какая-то отдельная фирма будет осуществлять доставку какая-то отдельная фирма будет осуществлять сборку ну и подъемный этаж вот кто-то да проще всего как сделать именно скомбиновать и будет уже целостная услуга и здесь мы сами уже более открыты для вот таких вот приобретений друзья я надеюсь ролик был вам полезен если это так то поддерживайте видео лайками подписывайтесь на канал